Французские стандарты на Егорьевской земле – это не фантастика, это экономическая реальность нашего настоящего. О философии производства и правилах жизни говорим с директором завода Сангабен «Строительная продукция РУС» Дмитрием Цветковым. Дмитрий, давайте начнем с истории вопроса, тем более, что она очень интересна. Точка отчета 1665-й и распоряжение Людовика XIV о строительстве королевской зеркальной мануфактуры. Вы правы. История начинается с октября 1665-го года, когда король Франции Людовик XIV, король Солнца, подписывает указ о создании королевской зеркальной мануфактуры, которая на тот момент позволила конкурировать с единственным монополистом производства зеркал в том мире. Это с Венеции. Уже в 1684 году Людовик XIV размещает на этой мануфактуре заказ по производству зеркал для так называемой Версальской галереи. Знаменитая Версальская галерея, которая до сегодняшнего дня сохранилась. И вы можете в Версальском дворце видеть первые зеркала, которые выпускала наша компания. Время шло. И в 1692 году возникла потребность расширения мануфактуры. И мануфактура была перенесена на север Франции в деревню Сан-Габен. Как раз это то время, когда появляется знаменитый бранд Сан-Габен. Сейчас материалами из Овер утеплен каждый третий дом в Европе и каждый пятый в США. А как и когда случился прорыв компании за границей Франции? Возможно, вы не поверите, но главным толчком это явилась конкуренция. В 19 веке на рынке зеркал и стекла очень усилилась конкуренция. И компания решила диверсифицировать свое производство. В это время в архитектуре стало активно использоваться детали из стали и стекла. И компания приняла решение открыть производство по производству строительных материалов для общественных зданий. В середине 19 века компания приняла решение, что им надо быть ближе к своим клиентам. И открыла первое представительство в Германии, Италии, Нидерландах. А потом пошло-поехало. Мы должны быть русскими в России, французами во Франции, немцами в Германии, говорит генеральный директор компании Сан-Габен Пьер Андре де Шеландер. Это я к тому, что сейчас империя Сан-Габен – это полторы тысячи заводов в 66 странах мира. А как бы вы охарактеризовали эту империю, Дмитрий? Знаете, мне, конечно, немного трудно комментировать слова генерального директора всей компании. У меня есть некоторый опыт работы в зарубежных компаниях, таких как финская корпорация, в американской компании, в французской компании. Если вспоминать мой опыт работы, то все эти компании, они международные, имеют множество заводов в разных странах, представительства в разных странах. Но вот если я вспоминаю финскую, американскую компанию, это производство микроэлектроники финская и пищевая промышленность американская, где бы я не был, на каких заводах я бы не был, на каких бы представительствах, все равно вы всегда ощущаете, что это либо финская компания, либо американская компания. Есть такой свой национальный колорит внутри этих компаний, свои правила, свои правила поведения. И они такие, хоть и международные, но более национальные. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Это прекрасные компании. Я очень рад, что мне довелось работать в них, получить огромный опыт. Но первая компания, которая могу сказать, что это международная компания, действительно, это компания Сангабен. Что позволяет Сангабену считаться международной компанией? Вот лично для меня, компания Сангабен не пытается менять людей, подстраивать под себя. Конечно, есть определенные правила поведения, есть общие процедуры, есть общее видение. Но компания, она пытается у любого своего приобретения, у любого своего завода, у любой страны, где они находятся, получить самое лучшее и распространить это дальше. То есть Сангабен не меняет нас, а меняется сама. И, наверное, это отчасти и секрет компании, которая уже более 350 лет существует, не прерывала свою работу ни в Первую мировую войну, ни во Вторую мировую войну. Компания гибкая, она меняется. Это очень важно. И, конечно, хотелось бы добавить, что привычно для жителей Егоревска, что Сангабен — это максимум производства тепло- и звукоизоляции, либо еще производства строительных смесей. Сангабен — это более десятка направлений, таких как инновационные материалы, теплоизоляция, сухие строительные смеси, гипсы, все изделия из стекла, все, что существует, автомобильное стекло, трубы, звукоизоляционные потолки. То есть компания Сангабен — это целый мир. Интересно, что первым заводом Сангабен в России стал завод в Егоревске. А как все сошлось, Дмитрий? Строительство первой линии началось в 2002 году. И уже спустя чуть меньше года пошла первая продукция, произведенная в Егоревске. Спустя пару лет уже стало понятно, что того объема недостаточно, и мы превысили все ожидания по качеству того продукта, потому что ранее до этого продукт поставлялся из Финляндии. И было принято решение о расширении строительства второй линии, а еще через год расширение второй линии. Ну а как это все сошлось? В общем-то, все достаточно просто. Егоревск всегда был центром индустрии. К сожалению, в 90-х годах, мы понимаем, случилось то, что случилось, и Россия потеряла до 60% своей промышленности. Но в Егоревске остались территория, энергетика и вся инженерия. И самое важное, это люди, высококвалифицированный персонал. Ну и важное желание администрации города было восстановить ту былую славу Егоревска, что в итоге и привело к выбору Егоревска как местом строительства завода. Все просто. Земля, инженерия, инвестиционный климат и главное – люди. А что, на ваш взгляд, сложнее? Строить завод с нуля или поступать так, как делали здесь, располагаясь на площадях бывшего завода железобетонных изделий? К сожалению, я не был здесь, когда строился этот завод, и мне трудно сказать, было трудно это или легко. У меня есть личный мой опыт, как строительство, так называемого, Браунфилда. Браунфилда – это завод, когда строят на территории какого-то бывшего предприятия, так и называемого Гринфилда, когда строится в чистом поле. Везде есть и плюсы, и минусы. Плюсы Браунфилда – это ты приходишь на площадку, где есть определенная инженерия, есть энергетика. Многое, что надо строить и возводить при, так называемом, Гринфилде, уже сделано. Но есть и в этом минус. Ты ограничен той территорией, и ограничен теми строениями, какими существуют. При Гринфилд минусы – это понятно, тебе надо все делать с нуля. Все разрешения, вся инженерия, инфраструктура – это тяжело. Но есть и плюс. Увная свобода творчества. Ты строишь то, что тебе надо. Лично я предпочитаю свободу творчества. Но было по-другому. И как было? Думаю, непросто, но интересно. Отдельная история о том, что, собственно, изовер Егориск производит. Как менялся конечный продукт? Как совершенствовалась технология производства? Знаете, до того, как я начал работать здесь, для меня изоляция – это было одно и то же. Это был просто рулон изоляции. Рулон и рулон. Что в нем? На сегодняшний день у нас на заводе 485 наименований продукции. Для каждого уникальной задачи у нас есть уникальное решение. У нас есть так называемые массовые продукты, легкие продукты. Это в виде либо рулонов, либо плит, которые можно совершенно спокойно купить на рынках, в магазинах. Есть достаточно большая линейка так называемой технической изоляции, которая используется для утепления трубопроводов, утепления саун, утепления фасадов. Некоторые акустические решения для железнодорожного транспорта, для кораблей. Линейка очень большая. Начиналось это все, конечно, с самых простых продуктов. Начинали, пробовали, шаг за шагом повышали сложность продуктов, тестировали, где-то модернизировали оборудование, меняли в технологии. Так вот дошли. Так это начиналось. Это то, что мы сейчас имеем. Именно этим у вас занимается отдел постоянных улучшений. Разработкой новых продуктов у нас занимается как и глобальная команда во Франции, которая занимается глобальными проектами, новыми, большими запусками продуктов, так и наша местная команда. И 95% всех тех продуктов, которые мы здесь запустили, это работа локальной нашей команды Егоревской. Это наши технологи, наши производственники, наш маркетинг. Если мы говорим про так называемый отдел постоянных улучшений, я бы не сказал, что это отдел. А что это? Потому что весь наш завод это постоянное улучшение. Есть группа лид, которые являются держателями тех знаний, тех методологий, использование которых позволяет нам постоянно улучшаться. Что такое постоянное улучшение? Мы сейчас смотрим на все наши процессы с точки зрения их несовершенности. Априори мы считаем, что любое наше действие оно не достаточно эффективно. мы выискиваем те зоны, где мы теряем больше всего, фокусируемся на них и пытаемся их усовершенствовать и сделать более эффективными. Это как касается эффективности работы оборудования, эффективности использования сырья, эффективности использования упаковочных материалов, так и эффективности использования рабочего времени. то есть вот чем занимается отдел непрерывных улучшений. Еще раз хотел сказать, это не отдел, это работа всего завода. У нас в этот процесс увеличено 100% персонала. Любой оператор, любой руководитель, это его часть жизни. То, что добились сегодня, вчера, это было недосягаемо. сегодня это уже обычные стандартные требования. Мне это напоминает приближение к линии горизонта. Это некий бесконечный процесс. Улучшение, улучшение, улучшение. Не знаю, насколько он бесконечен, но куда улучшаться еще есть. Мы далеки еще от горизонта. мы идем туда. когда подъезжаешь к заводу, видишь огромные белые буквы, складывающиеся в надпись «Holly Woe», в переводе с английского «Святая Вата». Что стоит за этим определением? Момент радости, гордости, самоиронии? Гордости, самоиронии, конечно, да. Ну, разве смотрится плохо? Смотрится великолепно. Нашим гостям нравится, нашим коллегам, которые приезжают с других заводов, тоже нравится. Ну, скажем так, наш коллектив, мы креативные люди, не только в работе, да, вот, и в таких вещах, креативные во всем. А это только у Изовера Егоревс такая надпись? Да, это только у нас. А правда, что процесс производства «Holly Woe» напоминает процесс изготовления сладкой ваты? Совершенно верно. Ну, конечно, со своими некими технологическими нюансами, но это очень похожие процессы. Действительно, расплав попадает в так называемую волокнообразующую машину, которая представляет что-то в виде барабана с множеством отверстий и под действием цитробежной силы из него вытягивается волокно. А в детстве вы ели сладкую вату? Она вам нравилась? Конечно, кто не ел в детстве сладкую вату? В детстве нравилось, сейчас не очень. А что насчет оборудования, Дмитрий? Вы рассказывали, что первую линию собирали буквально по частям, откуда только не везли, по принципу кому что не нужно. А что сейчас? Ну, я бы не сказал, что кому что не нужно, но поймите, 2002 год это отчасти был такой эксперимент компании. Давайте попробуем произвести что-то в России. Получится или не получится? Естественно, когда вы экспериментируете, вы оцениваете риски и навряд ли вы вкладываете самое дорогое, самое инновационное оборудование. Но действительно оборудование было собрано с разных заводов, смонтировано здесь доветено нашим инженерам до ума и результаты превысили все ожидания результаты и в качестве и в качестве то, что мы получили и уже спустя там буквально пару лет было принято решение строительства второй линии ее построили потом спустя год еще модернизировали увеличили еще производительность в два раза после этого постепенно мы модернизировали и первую линию в общем-то нам и позволяет как раз выпускать на этой линии сложные технические резолюционные материалы Вы рассказывали что 40% того, что производит изовер Егорихс так называемый тяжелый продукт просто так его не купишь делается под заказ а кто и для чего заказывает? Это один из видов так называемой технической изоляции мы его условно называем тяжелым плотность этих продуктов от 60 до 100 килограмм метра квадратный сфера применения этого продукта это там где необходимы повышенные механические прочности к продукту это так называемые плавающие полы когда используется звук и теплоизоляция пола на ней сверху на наши материалы покрываются бетонными стяжками это так называемые вентилируемые штукатурные фасады на которых накладывается слой штукатурки то есть это вот эти материалы кстати теплоизоляция изовера применялась при реконструкции кровли купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге А вообще где и как конечный продукт используется Везде где должно быть тепло и тихо А из чего холлимгл сделано кто и откуда привозит сырье Ну минеральная вата производится из расплава минеральных веществ В нашей ситуации мы используем 11 основных веществ это такие как песок сода полевой шпат марганец В зависимости от рецепта можно использовать от 6 до 80% стеклобоя которые мы получаем с полигонов очищенными в очищенном виде А правда что лучшее стекло это стекло от бутылок из-под шампанского Это правда потому что химический состав этой бутылки он очень близок к химическому составу того волокна которое нам нужно получить Не все стекло можно использовать для производства минеральной ваты А кто и откуда поставляет сырье? Сырье в основном конечно это Россия Московская область есть некоторые компоненты которые мы вынуждены приобретать за рубежом К сожалению опять же в 90-х годах многие производители так называемых борсодержащих веществ они перестали работать в России и мы приобретаем сейчас эти материалы из Турции А правда что холиву в каком-то смысле сладкое? В каком-то смысле да и нет В действительности с 2011 года мы изменили некоторые наши материалы это так называемые связующие компоненты сделав их более экологичными и в некоторых наших материалах это в массовых материалах используется до 25% глюкозы как связующего компонента ну это опять же нельзя сказать что это используется сахар это полемизованная органика ну отчасти да Дмитрий вы конечно же знаете что наше настоящее это история про то что денег нет но вы держитесь и как держится изовер? Что сказать держимся и даже развиваемся сказать что сейчас для нас легкие времена конечно же нельзя мы часть огромного строительного рынка и в России сейчас не самые лучшие времена рынок находится в стагнации вот и конечно мы это ощущаем на себе но это стимулирует нас улучшаться искать новые решения разрабатывать новые продукты которые позволяют быть нам дешевле но при этом только улучшаться в качестве а насколько сужены горизонты планирования сейчас они не сужены вы не поверите они расширены неужели потому что все равно Россия для нашей компании для всех компаний это очень большой рынок это рынок будущего потому что мы далеки конечно по энергоэффективности от той же самой Европы по отношению к мультикомфортности в доме рынок огромный перспективы огромные и наша компания верит в этот рынок и не то что не собирается как-то сокращать свое присутствие только из года в год наращивать это присутствие несмотря на кризис открывая новые заводы выпуская новые продукты никто не ждет от нас в кризисное время огромной прибыли но бизнес не может себе позволить быть убыточным говорит генеральный директор компании СНГБН СНГ Эрван Дюпи и чтобы оставаться в зоне прибыльности придется мыслить и действовать нестандартно надо сказать что мыслить и действовать нестандартно задача не из легких во все времена получается? получается это действительно так конечно нелегко но если мы возьмем нашу линейку в 485 продуктов то 130 из них это те продукты которые были разработаны и произведены в последний год полтора это показывает насколько мы пытаемся быть инновационными мы пытаемся и делаем это предлагаем нашим клиентам новые уникальные решения которые для них будут более дешевыми но при этом качество будет не хуже либо лучше кстати компания Сангабен считается если не самой то одной из самых инновационных компаний в мире по крайней мере ежегодно регистрируется более 350 патентов это действительно так это так мы уже говорили о том что история изовер в России началась с завода в Егоревске трудно быть первыми Дмитрий и да и нет конечно нелегко быть первопроходцем потому что все шишки от тех ошибочных решений некоторых неудачных моментов сыпется тебе на голову тяжело когда ты первый сделать все правильно с первого раза всегда легче идти по проторенной дорожке вслед за тем кто уже прорубил просеку и уложил дорогу с одной стороны да с другой стороны нет например если ты первый ты можешь создать рынок под себя ты можешь сделать то что никто не делал для себя создать новый продукт быть как бы законодателем да вот например возьмем Стив Джобса который сделал прорыв телефонной индустрии да вот смартфоны это его заслуга но хотя первый смартфон без кнопочной придумала компания Нойки но никто не поверил в нее не стал это развивать а Стив Джобс сделал и сделал это вот так вот еще хотел бы сказать но вы знаете что что чаще болеет тот ребенок которого укутывали берегли от внешних факторов тот сорванец который бегал везде по улице он реже всего и болеет когда ты полностью изолирован ты следуешь за кем-то ты не попадаешь в тяжелые условия ты менее приспособлен к жизни это касается как людей так и касается и компаний и соответственно менее конкурентоспособ естественно то есть борьба тяжелая борьба она сильных закаливает слабых убивает а сильных закаливает а как сейчас изовер представлен в России на сегодняшний день у изовера в России три завода первый завод который был построен здесь это завод Егоревский второй завод Каменоватный завод это Челябинск и третий завод это город Тамбов и есть ли момент конкуренции ну конечно она есть но это здоровая конкуренция ежегодно все директора заводов всех изоляционных заводов это более 60 заводов в Сен-Габене собираются вместе да и отчасти конечно конкурируют в индустриальных показателях показателях эффективности какой завод более безопасен колкового завода самая дешевая себестоимость самая низкая себестоимость конечно конкуренция но это совершенно здоровая конкуренция интересно что корпоративная газета Сен-Габен называется Made in Future сделана в будущем а как бы вы определили философию производства Дмитрий философия производства достаточно проста это выпустить качественный продукт в нужное время для клиента в нужном количестве ну и с минимальной себестоимости единственное что бы я бы еще добавил бы в гармонию то есть когда счастлив клиент получает вовремя качественный продукт счастлива компания которая получила по наименьшей себестоимости заработала на этом но и очень важно счастливы те сотрудники которые работают и выпустили этот продукт потому что получают стабильную зарплату работают в хороших условиях труда все счастливы я стараюсь давать людям больше чем от них получаю думаю что в этом и состоит роль настоящего руководителя я цитирую генерального директора СНГБ на СНГ Эрвана Дюпюрия а как бы вы определили свой стиль руководства Дмитрий я понимаю что я очень далек от идеального руководителя и если честно я не верю что вообще существуют идеальные руководители во всех стилях управления есть свои плюсы есть свои минусы когда кризис и компания под ударом очень важны кризисные управляющие которые могут принимать жесткие быстрые решения и главное их быстро реализовывать естественно это вызывает сопротивление и это такой достаточно жесткий менеджмент потому что без него невозможно реализовать эти решения навряд ли это такой менеджер который является командообразующим он хорош в этой роли но когда у вас не кризис вам надо развиваться находить новые решения усовершенствоваться вам нужна помощь команды потому что самим вам это не сделать и здесь уже этот менеджер навряд ли будет успешен здесь нужны другие компетенции я считаю себя достаточно простым человеком отчасти чрезмерно иногда эмоциональным ну это из минусов да из плюсов то что однозначно я настолько быстро отходчив что если даже мы поспорим поругаемся с некоторыми коллегами то и буквально там через две-три минуты можем совершенно спокойно пить чай и разговаривать на отвлеченные темы в том что я уверен так это то что очень большой промежуток времени нашей сознательной жизни это как минимум восемь часов в день мы тратим на работу и очень важно что когда ты идешь на эту работу или ты уходишь с нее ты идешь без ненависти к ней идешь с удовольствием идешь на работу и для этого очень нужны общечеловеческие отношения но это ни в коем случае не означает что люди должны быть на работе расслаблены потому что я убежден что человек идя с работы должен быть уставшим но при этом счастливым не забыть не забыть Субтитры создавал DimaTorzok